Жительница села Литвиненково в Медине Бекирово возвращается с внучкой из детского сада, который находится в 7 километрах от дома в поселке Зуя. Долгая дорога доставляет массу неудобств. Каждый день поднимаются рано, едва успевают на автобус. Но Медине Бекирово надеется, что совсем скоро ситуация изменится. В селе строят новый детский сад на 80 мест. Детей в селе очень много. И ближние села тоже есть, которые, допустим, в школу детей сюда возят. Значит, и детей в садик сюда будут водить. Садик, я думаю, что очень нужен нам в селе. На объекте ГУЛТЕХНИКИ строители возводят монолитный каркас. Работа кипит. Все идет точно по графику. Работы мы приступили в 2020 году. Это ноябрь месяц был. В настоящий момент мы выполняем работы по возведению монолитных конструкций здания. Также мы выполняем подпорную стенку заливаем и разработку грунта под подпорную стенку. В настоящий момент выполняются работы количеством 26 человек плюс 3 единицы техники. Подрядчик обещает, что уже в сентябре дошколята переступят порог уютного и светлого детского сада. А это единственная школа в селе Зеленогорска. Ее строительство началось в 1991 году. Тогда в здании появилась трещина. Объект признали аварийным. И лишь два года назад строительство возобновилось. Все это время учителя и дети вынуждены ездить на уроки в ближайшие населенные пункты. Два года назад подрядчик не справился с поставленной задачей. Контракт был расторгнут. Школа снова оказалась заброшенной. Сейчас за строительство взялась новая подрядная организация. Предыдущими подрядчиками частично были выполнены работы, где-то недоделаны. На данный момент мы осуществляли усиление перекрытий, закончили уже их, перешли полностью к инженерным системам. Фасад здания уже готов. Сейчас основной фронт работ переместился во внутренние помещения. Школа сможет принять 800 детей. У нас есть четкое понимание, что этот объект мы завершаем также в 2021 году. Работы также выполняются по графику. На сегодняшний день на объекте работают порядка 60 человек. Через месяц увидим динамику до 120 человек будут работать на этом объекте. Поэтому рисков не видим. Все идет по ранее согласованному графику. Жителям остается ждать, что совсем скоро их дети будут получать образование в новой современной школе в родном селе. Султанистка Каева, Аким Бекиров, телеканал Миллет, Белогорский район.